ПОДКАСТ СРАЗУ В ПРЕЗИДЕНТЫ Привет-привет! Меня зовут Наташа Васильева, и это мой подкаст СРАЗУ В ПРЕЗИДЕНТЫ, где я помогаю людям с поиском работы в США. И сегодня будет немножко необычный формат для этого канала. Я чаще всего разбираю резюме, но сегодня я в том числе дам несколько советов по резюме, но в основном буду говорить о том, как искать свою первую работу в США, как определиться с должностью, как себя преподнести, какие советы могут быть новичкам, через какие каналы искать работу и так далее. Так что продолжайте слушать. Я очень рада любым подпискам, комментариям, лайкам, конструктивному фидбэку. И хочу напомнить, что этот подкаст доступен на всех основных площадках, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music и многие другие. Так что обязательно подписывайтесь, и давайте начнём! Сегодня я разбираю кейс Олены. Я зачитаю то, что она сама пишет мне. Я живу в США, в штате Вашингтон, 4 месяца. Мы переехали как беженцы с Украины в связи с военными действиями. У меня высшее экономическое образование, банковское дело, а также в прошлом году я заканчивала трёхмесячные курсы Full-Stack Developer в Амстердаме. Опыт работы в больших банках Украины и риск-менеджменте и корпоративном кредитовании больше 10 лет. В данный момент я устроилась на позицию Teller and Relationship Manager в банк, так как не было возможности долго искать работу и не было денег на проживание и еду. Сейчас ищу возможность вернуться в финансовый анализ, корпоративный фриланс или кредитный анализ, андеррайтинг. Проблемы, с которыми я столкнулась, непознаваемость украинских дипломов и опыта работы в Украине в банковской сфере. Я прикрепляю вам свое резюме и cover letter. А также Олена пишет, что в связи с тем, что она закончила в прошлом году буткемп в Амстердаме на Full-Stack Developer, в основном React и JavaScript. Может быть, в этом направлении нужно двигаться. Окей. Во-первых, я, конечно, хотела бы сказать, что я искренне соболезную всем жителям Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома в связи с военными действиями. Я встречаю довольно много таких людей в Америке, и мои друзья в Европе встречают много беженцев. И да, у меня мои собственные друзья в данный момент находятся на территории Украины. Все это абсолютно чудовищно, и мое искреннее сочувствие и лучи поддержки всем, кто столкнулся с этой бедой. Итак, давайте начнем. Первое, что это ситуация Лены в том, что у нее большой опыт работы в банковской среде, но сейчас она переехала в новую страну, соответственно, в Америку. Причем у нее отличный английский, судя по тому, как я прочитала только что ее резюме и cover letter. То есть я думаю, что и с языком у нее проблем нет, но ей нужно найти свою первую работу в новой стране. И я могу сказать, что я сама вместе с моим мужем два года назад мы были в точно такой же ситуации, потому что мы переехали, да, мы переехали невынужденно, мы переехали осознанно, но мы переехали из Литвы в Америку без работы. Мы переезжали, у нас тоже было право на работу уже, мы переезжали по гринкарт-лотереи. Мне кажется, я говорила об этом в пилотном выпуске. И, соответственно, нам нужно было вернуться быстро в профессиональную сферу и найти какую-то работу. Я могу сказать, что нам, конечно, повезло, потому что рынок был бумирующим в тот момент. Мы приехали летом 2021 года, и я была, если честно, шокирована тем, насколько активный был рынок, и очень чувствовалась нехватка рабочей силы во всех, мне кажется, индустриях, но особенно в IT и финансах, которые искали работу. И да, в тот момент Европа всё ещё находилась в каком-то таком пограничном состоянии, всё ещё в ковиде, и было видно, что работодатели нанимали с опаской, не хотели много людей нанимать и так далее. Но здесь, в Америке, все уже вовсю вернулись обратно к работе, и найм был какой-то безумный. Поэтому нам действительно повезло за несколько месяцев найти сразу профессиональную работу. Хотя мы ехали и готовились к тому, что полгода нам придётся работать на каких-то survival jobs. Но не в этом суть. Я хочу рассказать немножко о том, что сделали конкретно мы, и что я советую новичкам делать. Во-первых, и это не реклама, здесь есть компания, некоммерческая организация, которая называется Upwardly Global. Я думаю, что я дам на них ссылку в описании. И почему я их советую? Во-первых, потому что это абсолютно бесплатная помощь для тех, кто подходит по их критериям, и я перечислю эти критерии позже. Во-вторых, потому что мы сами прошли через их курсы, и мне кажется, очень большая часть нашего успеха была напрямую заложена Upwardly Global. И потому что я в данный момент у них волонтёрю все два года с тех пор, как мы прошли их курсы, потому что я сама искренне верю в то, что они делают очень полезную работу, они помогают новым эмигрантам возвращаться на свою профессиональную работу после переезда в Америку. И мне кажется, что они делают это максимально профессионально. Потому что, знаете, я когда приехала сюда, у меня было такое ощущение, что бесплатно хорошо не бывает. И некоторые американские некоммерческие организации, в том числе Upwardly Global, развеяли для меня этот миф. Теперь немножко про Upwardly Global. Соответственно, это некоммерческая организация, они существуют на частные пожертвования и пожертвования от компаний. Соответственно, от своих клиентов они не просят никаких денег за свои услуги. И важно подходить под их критерии. Их критерии состоят в том, что, во-первых, вы должны быть новым эмигрантом, то есть не находиться в Америке больше, чем 7 лет. И мне кажется, что это, на самом деле, очень долгий период. Я с трудом бы назвала человека, который 7 лет в Америке, новым эмигрантом, но они это определяют так. Второй очень важный критерий — это необходимо иметь разрешение на работу. И у Алены оно есть, но, да, к сожалению, многие люди не подойдут туда, пока они не получат свое разрешение на работу. И третий критерий — это английский язык не ниже уровня Intermediate. Когда вы подаете к ним заявку, первое, что вы делаете, это проходите тест на определение уровня языка. Тест несложный, но уровень Intermediate необходимо иметь. Ну и как бы мне кажется, что это нормальное требование, потому что все их курсы на английском, мне кажется, человеку с базовым уровнем языка просто сложно будет их проходить. И работа у них строится на том, что как только они рассматривают ваши документы, выясняют, что вы им подходите, первое, что вы делаете, это проходите два курса. Первый курс на написание резюме на базовую структуру. Они просто показывают, какая американская структура, как его писать. И это занимает где-то около часа. По истечении часа у вас есть небольшой шаблон, не полностью написанное резюме, но такая заготовка. И второй курс на 4-5 часов, где обучают, как дописать свое резюме, то есть у вас будет полное написанное резюме по истечении этого курса. И как проходить американские интервью. Это тоже очень важная вещь, потому что они учат структуре. На американском интервью, особенно на поведенческом интервью, потому что есть технические интервью, где вы делаете просто технические задания, это другое. А есть поведенческие интервью, их будет большинство на любую должность, когда вам задают какие-то ситуативные вопросы, допустим. Расскажите мне случай, когда вам дали очень сложный проект, которому вы не знали, как поступиться. Какие были ваши действия, с кем вы проконсультировались, проанализируете, какие были результаты того, что вы сделали, что бы вы сделали по-другому, если бы вы сейчас начали этот проект. И вот такие вещи. И на такого рода вопросы в Америке отвечают по очень четкой структуре. И если вы не придерживаетесь этой структуры, это, конечно, нормально. Вам все равно засчитают ответ, и вам будут задавать наводящие вопросы, которые выведут вас на эту структуру. Но если вы с самого начала отвечаете по структуре, у вас есть преимущества, потому что тогда, во-первых, вам самим легче рассказывать и не терять мысль, не терять нить повествования. С другой стороны, интервьюеру удобнее вас слушать, фиксировать основные моменты и больше вероятность, что интервьюер почерпнет ту информацию, которая ему нужна из вашего ответа. Итак, структура это называется либо PAR, либо STAR, по сути это одно и то же. PAR это Problem Actions Result, STAR это Situation Task Actions Result. Situation Task либо Problem это, по сути, одно и то же. И смысл в том, что в начале ответа вы начинаете говорить, что вы делали, точнее Situation это где вы работали, в какой должности, в какой команде и так далее. Task это какая у вас была поставленная задача, и это максимально кратко описывается. То есть здесь достаточно дать пару предложений на Situation и на Task. Возможно, даже и по одному предложению будет достаточно в некоторых случаях. Потом Actions, это конкретно, что вы делали. И вот это самая долгая, самая детальная часть. Особенно если у вас интервью не с HR, а с профессионалом в этой сфере, то вы описываете прямо по пунктам, прямо по этапам, что конкретно вы делали, с кем вы консультировались, что делали вы сами, что вы отдавали, там, допустим, другим членам вашей команды или на аутсорс и так далее. Какие вопросы вы задавали, какие попытки вы делали, допустим, вы сделали что-то, это оказалось ошибочным, как вы поняли, что нужно поменять стратегию и прочее. То есть это очень-очень детальная, подробная часть. И последняя часть это Results, где вы показываете результаты вашей работы. Допустим, справились ли вы с задачей или нет. Ну, конечно, лучше рассказывать примеры, где вы справились с задачей. Хотя могут быть и примеры, допустим, если вам просят рассказать о вашей ошибке, вы можете сказать, что, допустим, да, вот в этот момент я ошиблась, но я сделала для себя такие-то выводы и в будущем, допустим, на основании той ошибки я предпринимала каждый раз вот такие-то действия, которые я не сделала в тот момент, но зато извлекла для себя урок. Или там написала там такой-то мануал о том, как действовать в таких ситуациях и прочее. Вот. И в результатах, опять же, желательно их описывать подробно. Если у вас есть цифры, то с цифрами. Соответственно, это курс, который тоже обязательно для прохождения, для продолжения работы с Афорли Глобал, но он очень полезный, особенно для тех, кто не проходил такие интервью раньше. Не знаю, я лично почерпнула оттуда огромное количество информации. После этого, когда вы прошли эти курсы, соответственно, у вас на руках есть уже написанное резюме, и у вас есть расписанные вот эти вот пар или старые экзампли на разные вопросы, там на десяток наиболее популярных вопросов у вас есть расписанные эти экзампли, потому что вы делаете их в процессе прохождения курса. И после этого вас берут в основную работу, то есть вам назначают ментора, который поправит ваше резюме вместе с вами в несколько итераций, будет давать вам советы. Потом этот ментор может проводить с вами МОК-интервью, причем либо МОК-интервью общее, когда у вас нет еще приглашения на работу, просто чтобы пройтись по вашим пар экзамплям и дать вам фидбэк, либо МОК-интервью на конкретную должность. Я помню, что когда вот, допустим, мы приехали, мы начали работать с Афорли Глобал, я причем еще даже не до конца прошла вот этот курс большой, который на поинт-резюме и интервью. И я получила свое первое приглашение на интервью, которое было буквально через пару дней. Я безумно перепугалась, потому что я не была к нему готова. В то же время мне очень хотелось работать, мне нужны при деньги, и мне очень хотелось, чтобы это интервью было успешным. Я написала это в Афорли Глобал, что-то из серии того, что я понимаю, что вы не работаете с людьми, которые еще не прошли курс. Я его еще не прошла, но я обещаю, что я его пройду в течение там нескольких суток. У меня там в такой-то день интервью, я была бы очень рада, если бы вы мне могли как-то помочь с этим. И мне написали, конечно, да, назначили мне сразу же ментора. Мы договорились, что там в течение нескольких дней она провела со мной МОК-интервью, и я намного более уверенно себя чувствовала на том интервью. И после этого ко всем интервью, которые у меня были, я интервьюировалась, по сути, с двумя компаниями, и начала потом еще интервьюироваться, еще с несколькими, но не продолжила, потому что мне дали два офера в тот момент. Но перед каждым интервью, и здесь интервью в большие компании, они несколько уровневые, там будет сначала с HR-ом интервью, потом интервью с... одно, которое называется phone screen, либо с hiring менеджером, либо с каким-то другим менеджером, но который работает на похожей должности. Часовое, и потом будет интервью, которое называется здесь panel или loop, где у вас будет от трех до пяти, до шести часов интервью подряд, в один или в два дня, когда, ну да, все вот эти люди, то есть там три, пять, шесть человек, будут вас подряд интервьюировать, задавать вам поведенческие вопросы, или технические, на техническом интервью. И да, вот, соответственно, Affordly Global помогали мне готовиться к каждому из этих интервью. Я не уверена, что я бы получила работу без них, поэтому, честно, просто искренне их очень советую. Это первый мой основной совет для тех, кто недавно приехал в страну. Они вам очень помогут. И я не пользовалась их другими услугами, но я знаю, что они проводят networking events, они знакомят своих клиентов с другими соискателями или с компаниями. У них очень много волонтеров из разных компаний. Ну, допустим, я волонтерю у них и работаю в Амазоне. Мне очень часто присылают людей, которые, допустим, либо интересуются Амазоном, либо, в принципе, хотят какой-то совет по карьере. То есть вас могут познакомить с людьми, которые работают в компаниях, которые вам потенциально интересны. Плюс они предоставляют бесплатные курсы по разным специальностям. Там, допустим, я знаю на Google Certificate, Google Analytics Certificate, они предоставляют обучение бесплатно. Насколько я знаю, это платный курс обычно. Ну да, я знаю конкретно про аналитику, потому что, опять же, я волонтерила, проводила конференции для людей, которые учатся на этот сертификат, отвечала на вопросы и так далее. Но у них огромное количество разных курсов для разных должностей, которые, опять же, вы сможете пройти бесплатно. Окей, закончим про Афротли Глобал. Ещё что я могу сказать, что нам, что ещё нам очень-очень сильно помогло, это нетворкинг. Здесь, в Америке, когда-то я читала, не могу сказать источник, но я читала, что 80% работы соискатели находят через нетворкинг, а не просто подаваясь на вакансии. Я могу сказать, что моему личному опыту это не совсем так, то есть я получала приглашение на интервью и даже оффер я получала от компании, на которую я подавалась просто сама. Но действительно, я могу сказать по своему опыту, по опыту своих друзей, что через нетворкинг находить работу действительно легче. Одно дело, вы подаёте резюме, просто кликая на вакансию в интернете, другое дело, вам делает реферал человек, который уже работает в этой компании, то есть ваше резюме рассматривается с большим приоритетом. Той же самой системой, теми же самыми HR-ами, но с большим приоритетом, потому что есть рекомендации от работника компании. А ещё третий, абсолютно другой уровень, это когда человек, который работает в компании, знает конкретного нанимающего менеджера, которому нужен специалист, такой как вы, и приносит ваше резюме хайринг-менеджеру, и менеджер вас заинтересован. Тогда менеджер уже сделает всё, чтобы... Естественно, вы пройдёте весь процесс такой же, как и все остальные, но менеджер отнесёт HR ваше резюме и скажет, что вот этот человек мне нравится. Вам сразу же назначат интервью, и вас будут приоритизировать. Да, естественно, интервью вас будут оценивать на общих основаниях, но весь процесс сократится очень значительно. Я вам говорю это на собственном опыте, потому что это то, как я попала в Амазон. Теперь про то, что такое нетворкинг, и как это делать, когда вы только приехали в страну, и никого не знаете здесь. Я могу сказать то, что делали мы, и мы не сами до этого додумались, нам посоветовали друзья, просто огромное спасибо, это был совет на миллион, написать в местные группы. И мы писали в русскоязычные, но на фейсбуке, но можно писать не только в русскоязычные, очень много групп различных, профессиональных, непрофессиональных, просто там групп, допустим, где общаются люди, живущие в определенном городе или в определенном штате. В общем, в том месте, где вы ищете работу, я вижу, что особенно в Америке эти группы большие, то есть там больше 10 тысяч человек обычно в фейсбук-группе, и они очень активные. И люди на самом деле сильно откликаются, особенно когда посты пишут новые иммигранты, потому что новички очень многим интересны. Когда вы уже пожили в стране там много лет, у вас все хорошо, вы устроены, вы не так интересны людям, как новички, которые пока что ничего не знают, им все хотят помочь. И я это чувствовала лично на себе, мои друзья это чувствовали на себе. Поэтому не стесняйтесь, пишите. И что написали мы, это то, что, допустим, я писала, что я новая иммигрантка, я только что переехала из Литвы в Америку, я работала финансовым аналитиком и аналитиком данных столько-то лет в такой-то среде, вот ссылка на мой Линкдин. Я ищу работу, буду рада любым советам, рекомендациям, рефералам. Все. Я была, если честно, шокирована, какой большой отклик я получила. То есть на мои посты отреагировало в общей сложности несколько десятков человек. Ну, понятно, были люди, которые писали какие-то странные комментарии тоже. Я помню, что я рассказывала в пилотном выпуске забавный случай, который послужил основой для названия этого подкаста. Но, мне кажется, процентов 60-70 людей писали действительно полезные вещи и искренне хотели помочь. Некоторые люди, допустим, написали нам, что мы готовы созвониться и поговорить с вами. Или там, кто-то записывал голосовые сообщения, кто-то рассказывал свои истории о том, как они искали работу. А кто-то говорил, что, допустим, я работаю в такой-то компании и готов сделать реферал. Люди обычно очень открыты к тому, чтобы делать рефералы. Ну, потому что им просто это ничего не стоит. Это пару минут времени, чтобы закинуть ваше резюме компании через их внутреннюю систему. В то же время, если, допустим, вас не возьмут никакого, никаких штрафных санкций для сотрудника не будет. А если вас возьмут и вы проработаете несколько месяцев, то сотруднику выплатят бонус за вас. Да, поэтому люди открыты к тому, чтобы делать рефералы. Тоже, опять же, я советую, если вы нашли какую-то вакансию, которая вам очень нравится в большой компании, то я советую тоже писать об этом в группе и серии того, что, допустим, я хочу податься на такую-то вакансию, допустим, в Boeing. Если здесь кто-то, кто работает в Boeing и может сделать реферал, я вас уверяю, напишет большое количество людей. Вы будете выбирать еще кто вы хотите, чтобы вам сделало реферал. Это по поводу нетворкинга. Я считаю, что это очень полезный, важный совет. Я советую писать в несколько групп сразу. Ну, обычно много людей участвуют в большинстве этих крупных групп на местности, но все равно в разные группы заходят разные люди в разный момент времени, поэтому так вы максимизируете какую-то отдачу. Ну, и, естественно, в Сиэтле у нас WorkChat это, наверное, топ-1 групп для поиска работы. Еще люди советуют ходить на какие-то встречи, митапы, знакомиться с людьми там. Я считаю, что это полезно, но я лично этим не пользовалась, потому что как-то не подвернулась, наверное, в тот момент, когда мы искали работу митапов, и, наверное, их, да, еще было не очень много в тот момент, потому что все еще был ковид, люди в оффлайне не встречались, а в онлайне тоже как-то не сильно что-то мне помогало. Но я советую вам как можно больше общаться, как можно больше спрашивать у людей их опыт, их советы и так далее. Это, наверное, все, что я хотела сказать по поводу поиска работы для новичков. Теперь я, наверное, хотела бы немножко прокомментировать резюме, и на самом деле комментариев у меня не очень много, потому что у Алины очень хорошее резюме, то есть у нее есть все основные разделы. Единственное, я вижу, что у нее профиль LinkedIn в самом конце резюме, там же, где ее профиль GitHub. Я бы поместила LinkedIn в шапку, туда, где телефон, имейл, и туда же LinkedIn, просто как еще один способ с вами связаться. А GitHub в конце это отлично. Единственное, что я бы сказала, что резюме Алины выглядит слишком красиво для Америки, то есть я вижу, что оно сделано в определенном дизайне, здесь несколько цветов, синий и черный. Американцы так не делают, они делают максимально просто и так далее. Даже в PDF, допустим, нечасто люди переводят свое резюме, обычно оно просто остается в Word. Потому что в Word можно редактировать, допустим, HR может писать какие-то комментарии там свои и так далее. По сути, смысл резюме здесь в информативности, в информации, которую оно несет, а не в дизайне. И еще смысл в структурированности, то есть резюме должно быть в первую очередь информативное, во вторую очередь читаемое. Все. Это единственные требования, которые предъявляются к формату резюме в Америке. И по формату я бы отослала Олену к разбору резюме Иры. Мне кажется, я в любом эпизоде отсылаю людей к разбору резюме Иры, потому что это действительно очень подробный разбор структуры. И то, что мне прям сразу бросается в глаза, это education должно быть после work experience, skills должны быть в одну колонку, а не в две. Я тоже об этом много раз говорила, потому что некоторые программы, обрабатывающие резюме, плохо читают колонки, тогда у вас разделы немножко плывут, когда ваше резюме обрабатывается. И подробно в данном случае я хотела бы, наверное, остановиться на work experience, потому что вот work experience у Алены, к сожалению, написано не по формату. То есть на каждое ее место работы она пишет responsibilities одним bullet point, где она пишет подробно, да, очень хорошо она расписывает свои, то, что она делала. И work achievements, где она расписывает некоторые результаты своей работы. Американцы так не структурируют, то есть американцы на каждый опыт работы пишут просто bullet point, в которых совмещено, что вы делали и какой результат этого был. То есть вот как я подробно вначале рассказывала про par или star example, по сути bullet point на каждый опыт работы должны максимально повторять структуру par или star, насколько это возможно сделать в одном предложении или в двух, которым является bullet point. И важно здесь, опять же, мне кажется, я в любом разборе резюме повторяю, что каждый bullet point должен начинаться с action warp, с глагола в прошедшем времени, в past simple. Допустим, если Алена пишет responsibilities, analysis, credit risks, and financial analysis, здесь нужно сказать analyzed credit risks, and provided financial analysis, например. Но это responsibility. Сюда нужно добавить, чтобы это был хороший bullet point, сюда нужно добавить немножко слов о том, какая была задача и результат. Допустим, она проводила credit risk analysis для таких-то клиентов, допустим, для крупных банков, и выявила такие-то риски. Если можно добавить сюда цифру, было бы просто замечательно. Смысл здесь в том, что вам нужно добавлять какие-то детали, которые говорят именно о ваших проектах, над которыми вы работали. Чем больше деталей в вашем резюме, тем больше вероятность, что люди поверят в то, что вы говорите, что вы это действительно делали. И тем больше, кстати, у них будет возможности зацепиться за ваше резюме, задавая вопросы. То есть, если у вас хорошо расписаны bullet point, есть вероятность, что интервьюер прямо возьмет конкретный bullet point из вашего резюме и скажет, о, вот это очень интересно, расскажите мне, пожалуйста, про этот проект. И тогда вам легче будет подготовиться к интервью. У вас bullet point уже будут наработкой для того, чтобы потом из них расписывать пар или старый экзампль. И я могу сказать, что Алена предоставила не только свое резюме, но и cover letter. И мне очень нравится, как у нее написан cover letter. Возможно, он немножко длинный, но он очень красиво, классно написан. Там есть примеры конкретных проектов, там есть цифры, допустим, improve the quality of the credit portfolio by 20%. Отличная цифра, классная, прям показывающая результат ее работы. Или, допустим, build strong relationships with more than 50 big companies, provided effective restructuring for more than 30 corporate clients. Вот это все, оно должно быть в резюме, в bullet поинтах. И это очень реалистично кратко написать. Понятно, что то, что вы делали, это тоже очень важно, потому что это keywords. Там, я не знаю, если, допустим, HR будет просматривать ваше резюме или программа будет анализировать ваше резюме, она будет выискивать там keywords. И, допустим, если она ищет там credit analysis, она его найдет. Опять же, я могу сказать, что, допустим, credit analysis у Алены есть в skills, и этого достаточно. То есть, не обязательно писать это в responsibilities. В responsibilities нужно писать более подробно и с результатами, чтобы было видно, что именно вы это делали. Это именно ваши проекты, это именно ваши цифры. Поэтому я советую, да, все, что у Алены есть в cover letter, так или иначе переписать в professional experience в резюме, и тогда оно будет выглядеть замечательно. Про количество bullet points я могу сказать так, work experience, который вы считаете ваш основной work experience, то есть, что релевантно к новой должности, которую вы ищете, три bullet points это минимум, и можно, допустим, три bullet points можно на какие-то старые места работы, а на новые места работы, ну, вот на последние, ну, наверное, от пяти-шести bullet points будет хорошо, и если вот, допустим, у вас есть пять-шесть bullet points, и они вот прям классные, написанные по схеме пар, это будет просто замечательно. Если у вас есть хотя бы там три bullet points, написанные по схеме пар, и еще там несколько просто хороших, но не совсем детальных, то это тоже нормально. Еще одно требование, которое я видела, минимум одна цифра на одно место работы, и цифра в смысле результата, вот как improve the quality of credit portfolio by 20%, отличная результативная цифра, вот минимум одна такая цифра на каждое место работы. Потом, да, я вижу, что Олена пишет, что с 2009 по 2013 год у нее был maternity leave, она прям пишет это отдельной графой, чтобы объяснить свой гэп. Я такого ни разу не видела, но мне кажется, что это очень классно сделано. Я поддерживаю такое, то есть мне кажется, что действительно, если у человека возник вопрос, с другой стороны, гэп там 2009-2013 года, то есть это больше 10 лет назад, он не обязательно вызовет вообще какие-то вопросы, потому что это было слишком давно, но с другой стороны, да, это было перед последним местом работы, потому что Олена очень долго работала в своем последнем банке, и вопросы действительно могут из-за этого появиться. Да, мне кажется, что это хорошо написано, единственное, что в Америке, наверное, удивятся, увидев maternity leave 4 года, здесь я могу вам сказать, что государственных вообще нет никаких maternity или paternity leave, но большие компании обычно дают, ну и вот у меня в Амазоне обоим родителям дают по 6 недель, maternity и paternity leave, то есть люди, конечно, удивятся, когда увидят 4 года, но как бы это уже будет больше похоже на sabbatical, чем на maternity leave, но с другой стороны, люди поймут, что этот ваш перерыв sabbatical был именно посвящен детям, и я думаю, что да, это тема, которая очень сильно знакома большинству людей, поэтому мне кажется, что это хорошо написано. Это, наверное, всё по резюме, cover letter, я говорю, что мне кажется, что у Алены очень неплохо написан cover letter, вопрос мне часто задают, нужен ли вообще cover letter, я не имею на это чёткого ответа, наверное, мой самый такой общий ответ, который я могу дать, не всегда, мне кажется, что cover letter нужен, когда вы меняете карьеру, особенно, когда вам нужно объяснить, почему, допустим, 15 лет вы работали в какой-то индустрии, а сейчас хотите вообще в другую, у меня был такой случай, когда у меня основная моя, основные года моего опыта работы это финансовый аналитик, но я хотела уйти в бизнес и в аналитику данных, и я показывала, что я, во-первых, это уже делала так или иначе на своей работе, пусть не 100% времени, а намного меньше, но у меня были проекты, и я всячески пыталась уйти в эту среду, потому что мне это больше интересно, потому что я подустала от финансов и прочее, и вот это всё я объясняла в cover letter, когда у вас большой опыт работы в конкретной сфере, возможно, cover letter уже и не нужен, опять же, если у вас хорошо написано резюме, то всё, что, допустим, Алена хочет написать в cover letter, она может поместить в своё резюме. Насчёт того, что там, допустим, говорят, что компаниям нравится, что это такой персональный подход каждой компании, не знаю, не уверена, возможно. Если вы можете написать там что-то о конкретной этой компании, допустим, почему вы хотите именно к ним, я не знаю, там, вы безумно увлечены каким-то новым проектом, который делает эта компания, и вы просто мечтаете работать именно над этим, я не знаю, это всегда вашим хобби было, вы там много интересовались, вы следили за этой компанией и прочее. Тоже, вы можете написать это в cover letter, вот этот будет им приятно, по крайней мере, это покажет искренний ваш интерес и замотивированность к этой конкретной работе. Но если у вас нет ничего такого конкретно, что вы можете адресовать им, то тоже, мне кажется, что, возможно, cover letter и не нужен. Но решать вам. Лишним он не будет, то есть за то, что вы его написали, вас не... Ну, минусов для вас от того, что вы написали cover letter точно не будет. И теперь еще немножко я хотела сказать по поводу того, что Алена спрашивала меня, возможно, ей стоит пойти на full stack developer, потому что она прошла курс и у нее было несколько учебных проектов. Я могу сказать так, с точки зрения перспективности, ну, наверное, full stack developer в среднем зарабатывает больше, чем кредитный аналитик. Но, с другой стороны, опять же, все зависит от того, насколько вы хороший кредитный аналитик и насколько вы хороший full stack developer. То есть, в данном случае, мне кажется, Алена может придавать только на junior должность для full stack developer, а для credit analyst она вполне может претендовать на senior level и senior, допустим, всегда будет получать больше. Ну, ладно, не всегда, но, мне кажется, 80% вероятности, как senior credit analyst она будет получать больше, чем junior javascript full stack developer. На долгом сроке, когда она, допустим, продвинется и станет senior javascript full stack developer, ну, наверное, она будет получать больше. Но, опять же, я думаю, что самый главный вопрос, который нужно задать себе, это чем вы хотите заниматься. Если вы безумно горите Java, вы попробовали пройти эти курсы, загорелись и вообще вам были безумно интересны эти проекты и в то же время вы устали от кредитного анализа, вы этим всю жизнь занимались и уже видеть больше не можете эти отчеты, конечно, уходите, конечно, меняйте профессию, люди это делают, это нормальная практика, я слышала, что в Америке очень многие люди там три раза в жизни меняют карьеру, просто потому, что им интересно жизнь, им становится что-то новое, интересное, им надоедает старое, я сама такая. Конечно, если у вас есть интерес к этому, если вы думаете, что вам, ну, вы получаете от этого удовольствие, от своей старой профессии вы уже особо удовольствия не получаете, то уходите. Если вы получили образование Full Stack Developer только потому, что это как бы перспективно и многие там работают и зарабатывают деньги, но вам классно заниматься Credit Analysis и программирование вообще это не ваше, просто это популярно, тогда, конечно, нет. Я думаю, что очень важно быть хорошим топовым специалистом в своей области, и это более важно, чем область, в которой вы работаете. То есть, я вам гарантирую, топ-5, топ-10 процентов лучших специалистов всегда будут будут более востребованные в любой области, чем посредственный специалист в самой бумирующей области. Потому что всегда будет конкуренция, и если у вас горят глаза, если вам классно заниматься тем, чем вы занимаетесь, и вы добиваетесь там успеха, вы всегда найдете работу. Особенно в этой стране. Я говорю про США, то есть, есть действительно страны, в которых маленький рынок работы, в которых очень сложно найти работу в определенной профессии, в которой, я не знаю, раз в полгода появляется работа вот именно в вашей профессии, а там, я не знаю, программистом работа появляется каждый день по 10 штук. Есть такие места, но это не Америка. В Америке, если вы хороший специалист, в любой сфере вы найдете себе работу. Поэтому я советую Олене просто подумать, чем ей хочется, и чем ей нравится заниматься, на Full Stack Developer работу ей будет искать сложнее, но если она захочет, она ее найдет. И резюме такое, которое я вижу сейчас, оно на кредитного аналитика. Если она хочет быть Full Stack Developer, ей нужно переписывать все резюме, чтобы показывать, что она делала. Если она что-то делала на своих предыдущих местах работы, что хоть как-то indirectly релевантно, классно, это можно оставлять в резюме и показывать. Если нет, то нужно будет показывать учебные проекты. Ну и опять же, я говорю, это будет резюме на Junior. И если в этом резюме не будет ничего, то, к сожалению, работу найти нельзя. То есть, как минимум, учебные проекты там должны быть. С другой стороны, хорошие новости, мне кажется, тоже много раз повторяло, в том, что работодателю неважно, платили ли вам за проекты, которые вы делали или учебные проекты очень хорошо подходят. Я подхожу к последнему пункту, который я хотела сказать. Это то, что у Алены есть ссылка на GitHub, где она делала свои учебные проекты по JavaScript. Я зашла, посмотрела, я вижу, у нее там очень много проектов. И здесь я советую не просто давать ссылку на GitHub, а выделить именно конкретные проекты, которые она считает своими топовыми проектами, которые она, во-первых, хотела бы показать людям, которые она считает самыми проработанными, самыми сложными и прочее. А во-вторых, в которых она хорошо разбирается. То есть, если человек у нее спросит, как она делала этот проект, она смогла бы детально рассказать о том, что она делала, почему она делала, с какой целью и так далее. Поэтому я советую не просто давать ссылки на GitHub как таковой, а писать projects, допустим, первый проект такой-то, небольшое описание проекта и ссылка на GitHub конкретно на этот проект. Второй проект такой-то, небольшое описание, ссылка на GitHub. И вот так 2-3 проекта больше, чем достаточно. Люди, которые заинтересуются, они увидят, что на вашем GitHub больше проектов, зайдут на все остальное, но если вы подчеркнете это в своем резюме, это будет сразу кидаться в глаза и люди будут смотреть в первую очередь на то, на что вы хотели бы, чтобы они смотрели. Но, опять же, если вы подаете на кредитного аналитика, наверное, это не нужно, потому что это очень, мне кажется, далекие друг от друга области. Но, опять же, если вы, допустим, думаете, что у вас на GitHub есть какая-то аналитика, где вы делали аналитику, связанную с банками, допустим, почему бы не показать это в резюме. Да, и последний очень маленький комментарий, который я хотела бы сказать. Алена называет свое резюме CV. В Америке так не называют резюме. Резюме это резюме. Так и пишется, как по-русски, так и по-английски. CV, я помню, что я изучала этот вопрос, потому что я знаю, что в некоторых европейских странах действительно используют CV для обозначения резюме. В Америке нет. В Америке профессиональное резюме это резюме, CV используется для академической среды. То есть, допустим, если вы профессор в университете, у вас будет CV. CV используется для исследовательской научной работы, для таких профессий. Для любых профессий, не связанных с академическими, это будет резюме. И на этом я, наверное, закончу этот эпизод. Спасибо огромное. Мне кажется, что у Алены отличный опыт. У неё отличный английский, потому что я просто смотрю, на каком уровне написано cover letter и резюме. с огромным количеством синонимов, с advanced лексикой, поэтому мне кажется, что у Алены есть прекрасные шансы вернуться в корпоративную среду. Она ещё мне писала о том, что ей кажется, что не котируется украинское образование и украинский опыт. Это неправда. Оно котируется. Да, конечно, если у вас есть местное образование из Стэнфорда, Беркли или Еля, или ещё какого-то университета, конечно, такое образование котируется больше. Но украинское образование котируется наравне с нормальным американским образованием. Не топовым, но нормальным. Более того, допустим, если вы учились в хорошем вузе, к сожалению, они этого не поймут. Но если вы учились в плохом вузе, то у вас есть преимущество, потому что этого они тоже не поймут. Они будут считать любой иностранный вуз, ну, не считая, я не знаю, топовых британских, которые все знают и так далее. Допустим, любой украинский вуз они будут считать просто обычным нормальным вузом. Допустим, мастер у Алены есть, они будут считать это эквивалентом американскому хорошему мастеру. Опыт в украинских банках, если вы делали то, что нужно им, если вы выполняли те же самые функции, абсолютно неважно, где вы их выполняли, в Украине или здесь. Опять же, что я могу сказать с точки зрения, допустим, diversity, сейчас компании нацеливаются на то, что они хотят видеть как можно больше людей с абсолютно разнообразным опытом. И считается, что чем больше опыта совокупного в команде разнообразного, тем более эффективно вероятно эта команда будет. И поэтому они будут приоритизировать людей, которые имеют, допустим, иностранный опыт. И это бонус, который есть у любого иммигранта, иностранный опыт. То есть я вас уверяю, будут компании, для которых то, что вы иммигрант, будет большим плюсом. Но при этом понятно, что самое главное, на что они будут смотреть, это что вы делали, и насколько это релевантно к их данной позиции. И читая ваше резюме, читая ваше cover letter, я скажу вам, что это точно релевантно. Поэтому советую вам заниматься нетворкингом, немножко перестроить свое резюме, послушать возможно, кроме эпизода с Ирой и структуры резюме, послушать эпизод с Ольгой, где я говорю как раз про финансовую аналитику. И я думаю, что у вас все получится. Успехов вам, удачи в новом месте. Я понимаю, что это ужасно сложный период, который вы сейчас проходите, первые месяцы в новой среде. шлю вам лучи поддержки. И, конечно же, обращайтесь, если будут какие-то вопросы. Спасибо всем за прослушивание. Не забудьте подписаться, ставьте лайк, пишите комментарии, пишите мне в личку, буду очень рада со всеми пообщаться. И до следующей недели. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»